Этот документ был подписан в Праге в 2010-м. Согласно двустороннему соглашению, США и Россия должны были сократить свои запасы развернутых ядерных боезарядов до 1550 единиц и до 700 единиц межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет-подлодок и тяжелых бомбардировщиков. Этот договор давался очень тяжело, очень трудно. В 1960 году его подписывали Бараком Абама и Дмитрий Медведев. Их очень долго согласовывали, просто убивались. Две стороны, много десятков часов было потрачено на согласование каких-то моментов, запятых, точек, абзацев. То есть это было очень важно. И тогда казалось, что ведущим ядерным государствам все-таки удалось существенно продвинуться в решении проблемы глобальной безопасности. В январе 2021 действия договора протлили еще на пять лет. А через год Россия развязала против Украины полномасштабную войну, проигнорировав международные соглашения. А Путин после ряда поражений его армии на фронте решил прибегнуть к ядерному шантажу. И при остановлении участия в договоре о стратегических наступательных вооружениях лишь новый его виток. Это элемент повышения ставок и такое себе приглашение к диалогу западных государств. То есть Путин, если вы заметили, он практически не говорил о возможности мирных переговоров с Украиной. Он в его понимании конфликт масштабировался на конфликт России и Большого Запада, где Украина решит театр военных действий. Соответственно, это посыл к тем, кого он считает участником процесса, с кем он собирается договариваться, то есть о необходимости обсудить более глобальные темы. Демарш Путина вызвал резко негативную реакцию на Западе. США заявили, что будут внимательно следить за реальными шагами России. По мнению экспертов, следующий шаг Кремля – ядерные испытания. Собственно, их Путин уже проанонсировал в своем послании федеральному собранию. России очень важно доказать. У нее до сих пор сохранилось действующее ядерное оружие. Многих стали появляться в этом сомнения. Ну так вот, Путин хочет возобновить ядерные испытания, чтобы показывать, что советское ядерное оружие, находящееся на вооружении Российской Атмии, все еще действует. Но так ли это на самом деле? Ведь информация о том, что часть ядерного арсенала России пришла в негодность, появляется регулярно. В последний раз Советский Союз проводил испытания ядерного оружия в 60-х годах. Вот, причем наземного, да, когда взрыв, вот этот вот грипп, вся эта история. В 60-х годах. Последнее подземное ядерное испытание было где-то в начале 90-х, перед развалом Советского Союза. После этого испытаний не было вообще, слова, совсем. То есть ничего не подрывали, не взрывали. А это оружие, оно имеет свойство быстро выходить из строя. Россия попыталась провести испытание межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» как раз в день визита президента США Джо Байдена в Украину. «Сармат» может нести ядерный заряд. Дальность полета ракеты 11 тысяч километров. О чем российские пропагандисты не устают напоминать россиянам и западным зрителям. Но гордость России не взлетела. Об этом сообщило издание CNN со ссылкой на собственные источники. По словам официальных лиц, испытание тяжелой ракеты «Сармат», прозванной на западе «Сейтен-2» и способной доставлять несколько ядерных боеголовок, потерпело неудачу. Из сообщений издания CNN. Подобные провалы не на руку Москве. О них, как и неудачах на поле боя, в России говорить не принято. Дело в том, что если еще в начале широкомасштабной фазы войны и в предыдущие годы ядерное оружие действительно работало как фактор страха, сегодня этот уже «Джокер» не работает, потому что в принципе в мире понимают прекрасно, что если у обезьяны с гранатой есть эта граната, она рано или поздно ее бросит. Поэтому если он все-таки попробует осуществить хотя бы один выстрел, даже тактическое ядерное оружие, это очень плохо закончится для России. Ведь отсутствие взаимных инспекций ядерных арсеналов вовсе не означает, что мир не будет следить за действиями Москвы. Эксперты считают, что в ближайшее время Россия начнет гонку вооружений. Честно, этот договор, но он вообще никого толком не сдерживал, потому что Российская Федерация всегда чихать хотела. На какие-то договора, какие-то соглашения они всегда действовали по-своему. Я думаю, это будет виток производства ядерного вооружения, то есть увеличение количества зарядов. Производство ядерного вооружения, производство ракетоносителей ядерного вооружения, увеличение количества боеголовок, обогащение вооруженного плутония до уровня 85-90%. Имперские амбиции Путина, военные преступления российской армии, нарушения норм международного права и ядерный шантаж уже сделали Россию страной-изгоем. Кремль утратил свое влияние в Европе и в США. Союзников приходится искать в Иране и Северной Корее, покупая их поддержку дешевым сырьем, оружием и деньгами. Ксения Барвиненко для телеканала Freedom.